Мир вам, дорогие друзья! Старший сын моего брата, когда был еще маленьким, любил наблюдать, как мой брат занимается с гирей. Он ростом был чуть больше самой этой гири, но очень любил фотографироваться рядом с ней. Он делал такой вид, как будто он поднимает ее, кидает, тягает эту гирю. Ему казалось, что он может все сделать то же самое, что делает отец. Другая история. Однажды один мой однокурсник строго разговаривал со своим сыном. За что-то он его ругал и сказал, «Сынок, если ты еще будешь так делать, Бог не возьмет тебя на небо». Знаете, что сын ответил? «А я сам туда залезу». Откуда у детей такая вера в невозможное? А ведь Иисус сказал, «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Именно о такой вере, вере в невозможное, сказано в Священном Писании, «Праведной верою жив будет, благодатью вы спасены через веру». Вера является неотъемлемой частью нашей жизни. Наша жизнь должна быть пропитана такой верой. Причем вера должна приносить нам спасение даже тогда, когда это кажется невозможным. Как нам иметь такую веру? Веру в невозможное? Как она развивается? И каким действительно результатом она может привести? Сегодня снова мы обратимся к истории разрушения стены Иерихона. В послании к евреям написано, «Верою пали стены Иерихонские». Мы вновь вспомним эту историю. Историю о том, как сам Бог словно толкал изнутри стены Иерихона. И они упали. Упали до своего основания. Это была история того, как сам Бог воевал против Иерихона и предал его заклятию. Все живое в этом городе должно было быть уничтожено. Да и сам город должен был быть разрушен. В 6 главе, в 16 тексте книги Иисуса Навина написано, «Город будет под заклятием, и все, что в нем, к Господу». Почему так категорично Господь решил? Еще в прошлом веке в Палестине археологи обнаружили жуткие свидетельства языческих культов ханаанских племен. В одной из пещер были найдены многочисленные детские трупы. Они были захоронены в кувшинах. В большинстве случаев головой вниз. Всем этим детям исполнилось не более восьми дней. Ни одного из них на теле не было обнаружено признаков насильственной смерти. Скорее всего, еще живыми их втиснули в кувшины и похоронили в особом священном месте. Также, по свидетельствам греческих и римских источников, хананские племена приносили детей в жертву Молоху, семитскому божеству. Молох представлял собой медное изваяние человека с мордой тельца или собаки с протянутыми вперед руками. В руках Молох держал семь сосудов для жертвоприношений. В каждый сосуд помещали живую жертву, а в седьмой – самый высокий сосуд – живого мальчика. Тор статуи был полом, и внутри его разжигался огонь. Так руки статуи раскалялись до бела, и жертва сгорала. Кроме человеческих жертвоприношений, жители Ханана занимались ритуальной проституцией, поклонялись змеям, следовали откровенно сатанинским культам. Жестокость и извращение стали нормой жизни этих народов. И, как сказано в Библии, они наполняли меру своего беззакония. То есть, со временем лишь умножали свои грехи. Иерихон был одним из центров, вот таких центров языческого культового поклонения. Бог терпел это нечестие, но в конце концов даже терпение Бога было исчерпано. Теперь Бог пришел для того, чтобы судить эти народы. Более того, когда воевали какие-то народы, в то время люди понимали, что это не была война просто народов, но богов этих народов. И если один народ побеждал, побеждал их Бог. И если какой-то народ проигрывал, проигрывал битву или войну, проигрывал их Бог. Итак, Господь пришел показать бессилие тех божеств, которым поклонялись жители Ханана. Поэтому все трофеи, все должно было принадлежать Богу. Это еще раз напоминало израильскому народу, что эту войну вел Бог. Не Бог был на стороне Израиля, не Бог вставал на их сторону, а Сам Бог вел эту войну, Бог был их вождем. И поэтому, когда Иисус Навин стоял и думал, как захватить ему, как захватить народу израильскому этот город, явился вождь воинства Господня. И когда Иисус Навин спросил его, «Ты из нас или из неприятелей наших?» Он ответил, «Нет, я не из вас, я не из них». Это Он вел войну, вел войну со злом. Он предал Иерихон заклятию. Можно ли было теперь за стенами Иерихона, за дверью города, который должен был быть полностью уничтожен, обрести спасение? Могла ли вера кого-нибудь внутри города помочь ему обрести спасение? Уже со второй главы книги Иисуса Навина мы встречаем личность, которая обладала такой невероятной верой. Это была Рааф-блудница. Иерихон был городом-крепостью, который был окружен двойной стеной высотой 10 метров. Между стенами был проход в 5 метров шириной. Внешняя стена была 2 метра шириной, внутренняя 4 метра. И сверху обе стены соединялись над стройками из жилых домов, окна которых выходили внутрь крепости и наружу. В одном из таких домов жила Рааф. Прежде чем приступить к штурму города, Иисус Навин решил провести разведку и собрать как можно больше сведений о противнике. Он тайно послал на разведку двух воинов, переодетых в хананские одежды. Под покровом ночи они вышли из лагеря в Сетиме, переплыли Иордан, и утром, дождавшись, когда откроются городские ворота, проникли в Иерихон. Весь день разведчики брагили по городу и высматривали слабые места в его обороне. А в сумерках они отыскали единственный дом, куда мужчины могли входить, не привлекая к себе внимания. Это был дом блудницы Рааф. Да, Рааф была блудницей. Некоторые богословы предполагали, что она была лишь хозяйкой гостиницы. Но Библия не замалчивает эту щекотливую подробность и в нескольких местах называет вещи своими именами. У этой женщины было интересное имя, буквальное значение имени «широкое». Когда говорится о земле, когда говорится о какой-то территории, часто используется это слово «широкая» или «обширная земля». Но когда говорится о действиях человека, имеется в виду, что человек делает это свободно или открыто, а иногда это же слово переводится как «надменно». Так вот представьте себе, какой была эта женщина. Она была открытой, свободной, надменной блудницей. Имена в это время давали по характеру человека. Не потому, что это имя так нравилось, а потому, что таково было поведение человека. И, скорее всего, имя Рааф было уже вторым именем. Возможно, когда-то при рождении ее называли по-другому, а теперь она была уже Рааф, то есть открытая, надменная блудница. И это прозвище закрепилось за ней навсегда. В свое время она приняла решение уйти от своей семьи. Мы знаем из Священного Писания, что она жила одна. И так как она была Рааф, то есть свободная, надменная, скорее всего, она поссорилась со своей семьей и в гордости ушла и теперь зарабатывала своим телом. Но в послании к евреям, в 11 главе, в 31 тексте написано, «Верою Рааф блудница, с миром приняв саглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными». В книге Иисуса Навина во второй главе написано то, как она принимает саглядатаев или разведчиков, которые пришли высмотреть эту землю. Она не просто дает им ночлег, когда царь Иерихона каким-то образом узнает, что разведчики находятся у Рааф и посылают воинов схватить их. Она идет на риск для собственной жизни и прячет лазутчиков, как написано. «Но женщина взяла двух человек тех и скрыла их, и сказала точно, приходили ко мне люди, но я не знала, откуда они. Когда же в сумерке надлежало затворять ворота, тогда они ушли. Не знаю, куда они пошли. Гонитесь скорее за ними, вы догоните их». А сама отвела их на кровлю и скрыла их в снопах льна, разложенных у нее на кровле». Затем, когда стража ушла, Рааф вернулась на крышу к разведчикам. И здесь начинается самое интересное. Она выражает им свою веру. «И сказала им, «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду черного моря, когда вышли из Египта. И как поступили вы с двумя царями Амарийскими, за Ярданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили? Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас». Рааф прекрасно знала о панических настроениях, царящих в городе и его окрестностях. Она также слышала о том, как великий Бог Яхве помогал израильтянам. Он сам шел перед ними, указывая путь в пустыне, днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном. Она слышала, что по его повелению воды Красного моря раступились и пропустили Моисея вместе с народом, а затем снова сомкнулись и погубили войско фараона, которое преследовало их. Она также слышала, что Бог израильтян помог им одержать победу над Амарийскими царями, Сигоном, который царствовал в Есивоне, и Великаном Огом, который царствовал в Осане. Сам царь Ог, его подданные были исполинского роста. Их называли сыны Инаковы. Сорок лет до этих событий своим только ростом они навели страх на разведчиков, которых посылал Моисей. Но теперь Бог ввел израильтян, и никто не мог им противостоять. Со страхом шестались жители Иерихона о том, что великий Бог Израиля отдал еврейскому народу ханаанскую землю. И Рааф слышала об этом. Все жители Иерихона исполнялись страхом от всех этих слухов. Но Рааф сердце ее исполнялось верой. Она выражает свою веру разведчикам и говорит, «Ибо Господь Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу». Священное Писание говорит нам, что вера отслышание. Рааф услышала эти вести. И хотя она тоже боялась и за свою жизнь, и за жизнь своих родных, однако она поверила в Бога Всевышнего. Позднее она узнала, что Господь чудом остановил воды Иордана и позволил израильтянам пройти по сухому руслу реки. Жители Иерихона пришли в еще больший ужас. А для Рааф эта новость стала еще одним подтверждением того, что ее решение было верным. Она открылась влиянию Бога и жаждала его спасения. Бог же знал о ее исканиях. Да, она была Рааф, свободная, надменная блудница. Да, Бог ненавидит грех и Бог судит грешника, но Он любит и принимает ищущего грешника. Он желает принести спасение каждому, потому что долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И Бог дает шанс, вновь несет спасение, даже тогда, когда это было уже невозможно. Это было невозможно, во-первых, потому, что все в этом городе должно было быть уничтожено. Таково было повеление Господа. Во-вторых, как написано, Иерихон заперся и был заперт от страха сынов Израилевых. Никто не выходил из него и никто не входил. Даже если бы Рааф решила убежать из города, это было невозможно. Никого не выпускали из города и никого не впускали. В-третьих, хотя разведчики предложили решение, прежде чем уйти, они сказали Рааф, как написано в книге Иисуса Навина во 2 главе 18 тексте, «Вот, когда мы придем в эту землю, ты привяжи червленую веревку к окну, через которое ты нас спустила, а отца твоего и матерь твою, и братьев твоих, все семейство отца твоего собери к себе в дом твой». Таков был предположительный план спасения Рааф. Но ведь они даже не предполагали, что в это время задумал Господь. Представьте, Иисус Навин получает отчет разведчиков. Они ему рассказывают про город, про страхи их жителей и, конечно же, про Рааф. Говорят о плане ее спасения, о том, что они обещали сохранить ей жизнь и о том, что она привяжет красную веревку к окну. А потом, когда Иисус Навин уже стоял возле Иерихона и уже видел, как эта червленая веревка привязана к окну, вдруг он получает весть от Господа. И Господь говорит, что согласно его плану стена Иерихона будет разрушена до основания. Как? Как теперь ее можно было спасти? Ведь, как написано, дом ее был в городской стене, и она жила в стене. Как ее можно было спасти из города, который был обречен? Как можно было спасти из дома, из которого никто не должен был выходить, но который вместе со стеной должен был быть разрушен? Но когда есть вера, Бог несет спасение. Несет спасение даже туда, где это невозможно. А красная веревка, привязанная к окну, через которое она выпустила мужчин, с этого момента была молчаливым свидетелем ее верности и глубокой веры в Бога Израилева. А также она была гарантом ее безопасности и окончательного благополучия. Более того, эта красная веревка, веревка веры Рааф, меняла сознание израильтян. Представьте себе, как народ израильский семь дней обходил вокруг города. Семь дней они готовились к нападению. Семь дней в этой тишине среди только звуков трубы они обходили город и наблюдали за одним лишь окном. Они смотрели туда, видели красную веревку и знали, там есть вера, там есть человек, который принял Господа. Иисус Навин не знал, как Рааф избежит гибели, но он тоже верил, что Господь спасет ей жизнь. Это видно из речи, которую произнес Иисус Навин перед тем, как народ издаст боевой клич и стена рухнет. Он сказал, город будет под заклятием и все, что в нем Господу. Только Рааф блудница пусть останется в живых, она и всякий, кто у нее в доме. Иисус Навин знал, что стена рухнет, но он также верил, что каким-то образом Господь спасет ее, потому что вера несет спасение. Вера Рааф не только пример спасительной веры, это пример действенной веры, потому что ее вера проявляется в реальных действиях и не только в том, что она завязала красную веревку к окну. Рааф верила, что разведчики и предводители огромного войска не забудут отдать всем солдатам приказ «Не убивайте Рааф». Она верила, что Бог видит, слышит и знает ее, что Он способен простить ее грехи, что Ему есть дело до каждого отдельного человека и Он позаботится о ней. Более же всего вера Рааф проявляется в том, что она заботится не только о своем спасении. Когда саглядаты уходили от нее, они сказали ей «А отца твоего и матерь твою и братьев твоих, все семейство отца твоего собери к себе в дом твой». Она должна была привезти к себе домой своих родных и близких. Она знала, что у нее есть как минимум три дня, когда она отправила саглядатов и сказала, что там, где-то на горе они должны спрятаться и ждать три дня, а затем уходить. То есть у нее были как минимум три дня для активных действий. И она бросилась убеждать своих родных. Представьте, что ей нужно было преодолеть. Когда-то она ушла, поссорилась со своими родными, стала жить одна, а теперь она должна была прийти примириться со своим отцом. У нее теперь не было гордости. Она их уговаривает, рассказывает о чудесах Божьих, о том, что великий Бог, который раздвигал море, прогонял целые народы от лица израильтян, не забудет и не оставит их погибать в этом обреченном городе. Она подвергает себя риску, но помогает им принять решение довериться Господу и прийти к ней в дом. Итак, Израиль обходит вокруг города. И в это время Раав молится. Это были первые попытки язычницы, первые обращения блудницы Раав в молитве к Богу. Возможно, защитники Ерихона, которые наблюдали за происходящим со стены, приняли обходы израильтян вокруг города за какой-то странный военный маневр. Но в течение семи дней ничего не происходило. На седьмой день воины израильтяне семь раз молча обходят Иерихон со священниками, которые несут ковчег завета и трубят в трубы. Все воины видят окно с привязанной к нему красной веревкой. Они знают, что все жители, которые находятся в этом доме, неприкосновенны. Напротив окна стоят два воина-разведчика, и они готовы мгновенно броситься к дому Раав на помощь. И вот наступил момент. Трубы зазвучали, народ закричал, и стена, эта громадина, сложенная из камней, крепко зацементированная, рухнула в один момент. Верой пали стены Иерихонские, но не все. Когда пыль рассеялась, среди руин возвышался лишь один небольшой участок стены. это был дом Раав. Одинокое свидетельство ее невероятной веры. Представьте, что творилось в душе этой женщины, когда она увидела, как Бог спас ее, ее и всю ее семью. Она проявила свою веру, и Бог принял, простил и чудесным образом спас ее. Иисус Христос скоро придет. Когда Он придет, будет два вида людей. Одни, которые примут Иисуса Христа, а другие погибнут. Те, которые не примут Иисуса Христа, они не примут и возможности, которые предлагает им Бог сегодня. А другие тоже грешники, но они приняли, завязали свою веревку веры, уповали на Господа и будут спасены. Дорогие друзья, привяжите свою веревку веры. Какая бы ни была у вас жизнь, какие бы вы не совершали грехи в прошлом, Бог может простить и принять вас. Может, у кого-то из вас уже была завязана веревка веры, и она ослабла. Может быть, какие-то грехи помешали вам дальше продолжать свой путь с Господом. скрепите этот узел, помните, что Бог ценит вас, помните, что Он зовет вас к себе, как когда-то призвал Раав. Вера Раав блудницы была увенчана удивительным результатом. Благодаря ее вере спаслись ее родные. И не только. В 24 тексте сказано, Раав же блудницу и дом отца ее, и всех, которые у нее были, Иисус оставил в живых. И она живет посреди Израиля до сего дня. Кого Господь спас по вере Раав? Ее саму, дом отца ее, то есть ее родных, и всех, которые были у нее в доме. Это говорит о том, что там у нее в доме были не только родственники. Она смогла убедить и друзей, подруг, возможно, и соседей принять Господа. Интересно было посмотреть, как благодарны были эти люди Раав, когда они остались живы после такого уничтожения Иерихона. Как они были ей благодарны. Более того, Бог не только спас Раав и всех, которые были у нее в доме, им было позволено жить среди Израиля. Среди израильтян они обрели новую семью. Но и это еще не все. Согласно Медрашу, это еврейское толкование Торы. Раав приняла иудаизм, вышла замуж и стала праматерью пророчеств Алдамы, пророка Иеремии и пророка Иезекииля. Мы этому не можем найти подтверждение в Ветхом Завете, но в отличие от Медраша, в Новом Завете говорится, что Раав вышла замуж за иудейского князя Салмона и стала праматерью царя Давида и самого Иисуса Христа. Невероятно, но блудница Раав заняла свое место рядом с Руфью, Версавией и Марией в этой святой царской линии нашего Господа Иисуса Христа. Так Господь ответил на ее веру. Он спас ей жизнь и невероятно обильно благословил ее. Бог и сегодня готов спасать и благословлять. Нет большего желания у Бога. Завяжи веревку веры сегодня. Верь в невозможное, верой преодолевай невозможное, проявляй свою веру, убеждай прийти других, чтобы и они получили спасение. Такая вера способна принести невероятные благословения и тебе, и твоим близким. Пусть Господь благословит вас жить такой верой каждый день. Аминь.